Сегодня в Америке выходной, у моей школы нет, хотя понедельник, поэтому мы решили поехать в зоомагазин. У нашего хамелеона закончилась еда, а еда его... Что у нас хамелеон ест? Чайков. И кузнечиков. Короче, нам нужно купить ему еду и покажем вам, что у нас продается в зоомагазине. На самом деле, не так давно я там была, и после Нового года очень выбор был минимальный. Надеюсь, что они завезли там всяких змей, ящериц. Короче, покажем вам. Вот вы можете с детьми нормально выехать в магазин. Мы нет. Мэтти полез в багажник попить воды. Попил воды, теперь сидит мокрый весь. И на улице холодно, мы сидим ждем, когда он высохнет. Сходили в магазин. Даже Алексе смешно, да? Бусь, тебе смешно, что у тебя брат такой? Тебе ручку? Ты понесешь мой кошелек? Да? Ты мамина дочь сегодня? Вот мусорка для... Ну нет, выкинешь в другое место. Мусорка для собачьих какашек. Что-то она переполнена вообще конкретно. И тут, кстати, пакеты должны быть. Пакетов нет. Пойдемте. Покупать все тоже захочу. Вот наш зоомагазин для животных. Там есть абсолютно практически каждый тварь и по паре. Нет, почему пингвинов нет? Мэть, осторожная машина. Ну пингвинов тут и не будет, Мэть. Кошелек мой не потеряй, пожалуйста. Они обожают этот магазин. Ой, там новых кошечек привезли. Ой, смотри, Катя, какие киски. Сой. Мэть очень просит кошечку. Так за ними ухаживаю. Мэть, подними-то. Все, сейчас. Это кошечка. Посмотрите, какой вольер классный. И не выберутся они оттуда. Сверху молния. Кусь, пошли. Буся. Алекса. Так, что тут у нас продается? Замороженная еда. Курица с рисом. Это, я называю, элитная еда для собак. Рыба со сладкой картошкой. Просто разогревайте в микроволновке и кормите своего питомца, если вы не хотите его кормом кормить. Так, где мои дети? Ну, мало опять. Вот этих вот хорьков было много. Попугаев тоже мало. Алекса, не облизывай зеркало. Ой, зеркало, стекло. Пошли к змеям. Где они? Они в следующем ряду. Ну, видишь, как мало попугайчиков? А хамелеон... О, вот хамелеонов новых привезли. Где мы? Маленькие. Ну, вот они. Вот они, кстати, тоже облизают, как наш. А вот наш. Ну, видишь, ему... У нас побольше чуть-чуть. Ему хорошо, ему тепло, он светлый. А наш ему... Наш темный. Ага, а вот змея. Так, подожди. А где? Вот это самое противное. Таракан, тараканище. Ну, кстати, вот... Ой, блин, какой жирный таракан. Налекса, ну, подожди, подожди, дай посмотреть. Червячки. Вот эти еще красивые. Вот еще таракан. Их только что, видимо, привезли. Их кормят вот эти? Да, их сейчас... Подними, пожалуйста, поднимись. Ну, двигается. Ну, двигается, это ладно. Видимо, их только... Мама открыла рот. Пришли кормить. Вот только что, я вот так взяла. Господи, какой там таракан. Вот эти очень противные. Прям вообще отвратительные. Это же две красные змеи. Сейчас еще вам что-нибудь покажу. Вот змеюка. О! Это какая... Ну, плохо видно какой-то... Какая-то ящерица большая. А здесь что? А здесь никого. Вот такая змея. А нету змеи, видимо. Есть. Вон она. Да, вон она. Там уже две. Маме надо так играть. Испугается. Олекс, а тебе нравится змея? Да. Эй, кааа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как страшно, да? Страшно? Даже будет при него в окне. Алекса не дает Мэтью пальцами трогать. Ну, Мэтью, она боится за тебя. Ну, серьезно. Она переживает за тебя. Я хочу. Кусит. Кусит, да. Кусит. Зайчик, не трогай. Видишь, как сестра переживает за тебя. Я хочу открыть ее рот. Мэтью, ты ее рот не откроешь. Почему? Она шипнет, я выгляжу. Видишь, она Мэтью даже не пускает сюда. Кусит. Кусит. Мэтью. Мам, я хочу посмотреть за 100 долларов. Не, не. Она переживает. Вот ты ее напугал, теперь она переживает за тебя. Вот какая-то... Кусит, я просто смотреть, хорошо? Кусит. Я вот эти посмотрю. Кусит, кусит. Кусит, кусит. Кидит, кидит. Не, кути, не кути. Да ты ничего не даешь. А кути, кути тебе. Какой кути не кути. Кути, она в клетке. Ты понимаешь, кути, ты ничего не кути. Вот, видишь? Не ругайся меня, что Алексия не причесана. Я еще сама не особо причесана. Поэтому она у нас без хвостика. Кути, 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 кути. Кути, дядь, кути заставь. Она меня не кути. Кути не кути. Я хочу Алексу увезти, чтобы он змею помучил. А она не уходит от него никуда. Что я вам хочу показать в этом магазине? Я ушла от них, потому что это невозможно. Сейчас я попробую найти вегетарианскую еду. Все, я здесь. Пойдем со мной собачку смотреть. Пойдем. Так, где-то тут была вегетарианская еда. Так, это мясо. Короче, суть в том, что для собак тут столько всякой еды, какой только хочешь. И рыбная, и овощная. Пойдем, пойдем. Ну вот, например, есть сальмон и картошка. Это что, баранина. А чем вы своих собак кормите? Мы кормим самым дешевым кормом. Вот столько косметики для собак. Я здесь. А тут можно подстричь, помыть, подстричь. Вот такие вот большие помывочные для собак. И вот здесь за стеклом их стригут. Вот там как раз песика стригут какого-то. Он трясется, бедный малыш. Что, Алекса? Колбаса. Замороженная. Для собак. Господи. У них рацион лучше, чем у меня. Мэсси хочет уже купить второго хамелеона. И я делаю вид, что я ничего не слышу. Увидела прикольную штуку. Если вы не хотите свои какашки. Ну, не свои какашки, а какашки своей собаки. Убирать пакетиком можно вот так вот. Есть такие маленькие и большие. Но мне кажется, за 30 долларов можно и самому наклониться. Собрать какашки. Потом ее все равно нужно мыть. А это, кстати, пакеты. Пакеты для сбора какашек. Они не пропускают запах. Очень удобно. Всякой химии. Чего только нету. Тетенька пронесла ступеньки, чтобы детки могли подняться и посмотреть котят. Алекса, пойдешь смотреть котят? Я ее поднимала. Поднимала ее? Поднимала ее. Боишься? Какой красавчик, какой красавчик, ну такого я бы тоже взяла домой. Котик-котик, такого можно домой взять, нет зайчик, спасибо, я бы взяла на денёк, не больше, мне с вами забот хватает, какой хороший, а тут у нас что, и кстати, я как-то в своём инстаграме показывала этих котят, и они спали, они реально спали, и мне потом подписчицы написали, что их кормят снотворным, чтобы они не носились, сто процентов это не так, я даже спрашивала, здесь никакими снотворными никогда животных не кормят, ни в гостиницах, ни вот в таких вот зоомагазинах, где продают котят, чтобы они спали, здесь это просто контролируется законом, здесь о животных очень заботятся, то есть они просто действительно спали. котик, котик, а сейчас тебе котик палец-то откусит? Да, а если котик, а если котик тебя за палец кусит? Алекса, пойдёшь котика смотреть? Помоги ей, она всё равно не увидит, этих котят можно взять бесплатно, они из шелтера. В шелтере много котят и много собак, но что, зайчик, а? Бесплатно нельзя. Мне кажется, что их бесплатно можно взять, потому что это котята из шелтера. Ключевое слово бесплатно? Нет, зайчик, мы не будем. Вот этот мне, конечно, очень нравится, но я не готова. В Америке породистые собаки и кошки стоят дорого, но всегда можно прилететь вот такого вот бездомного котёнка. Ну, правда, хороший? Мне вот этот прям очень понравился. Мэсю, это шапка-ушанка для собаки. А, я думаю, дай сюда. Ну, посмотри. Нет, он тебе не налезет. Дай сюда. 18 долларов. Такая шапочка. Мэсю, ну не трогай ты там. Мэсю, ну не трогай ты там. Мэсю, ну не трогай ты там. Из магазинов их не вытащили. Мэсю. Котик?! Что котика? Котика? Котика купил? Нет, мы не купил. Такие-то печеньки тут ещё, для собачек. Ой, слушайте, сколько тут печень. пойдем пойдем алекса не трогай алекса не трогай вообще никого не бойся алекса все пойдемте не вытащить из магазина вообще стоять дорога возьми за руку и вам показали кучу животных мэти теперь хочет узнать какие животные у вас дома какие домашние питомцы у вас есть может есть тоже какие-то необычные нашего хамелеона опять линька он линяет у него прям с глаза слезает кожа как-то страшно тебе не тоже страшно чувак дай я тебе кожу сниму ты ничего не видишь короче не хочет это жалко ну да ты же не видишь ничего помочь ну да и дай дружок ничего не видишь какой-то у нас противник смотрите на его хвост сейчас мимо что-то не нравится потому что когда ему нравится он становится белый такой светлый светлый красавчик покажи как ты шипишь не будешь показывать нет ну ладно он на самом деле очень безобидный